В 1903-1904 годах Николай Константинович Рерих вместе с Еленой Ивановной совершает путешествие по древним городам России. Кострома, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Псков – они побывали более чем в 40 городах, известных своими древними памятниками. Целью этой поездки по старине было изучение корней русской культуры. Результатом путешествия стала большая серия картин художника из статьи Николая Константиновича, в которых он одним из первых поднял вопрос об огромной художественной ценности древнерусской иконописи и архитектуры. Молодой художник не только погрузился в мир православной старины, но и испытывал острую тревогу по поводу возможной утраты многих образцов древнего церковного искусства. К этому же периоду относятся и работы художника на тему христианства, исполненные в виде росписей и эскизов мозаик для российских храмов. В этих работах Рерих синтезировал впечатления от поездок по древним городам. Эскизы созданы в духе преемственности старинным памятником. Эскиз церковной фрески «Сокровище ангелов» Николай Константинович написал в 1905 году в Петербурге в академической мастерской. Сам художник называл ее частью эскиза стенописи-усыпальницы. Некоторые исследователи творчества Рериха утверждают, что «Сокровище ангелов» написано для росписи храма Святого Духа в Талашкино. Одним из доводов этого можно считать то, что в каталоге передвижной выставки работ Николая Рериха в 1920-1922 годах полотно названо эскизом для росписи церкви княгини Тенишевой. В ходе путешествия летом 1903 года при первом своем посещении Талашкина Николай Константинович знакомится с Марией Клавдиевной Тенишевой. Княгиня Тенишева в этот год занималась постройкой церкви Вафленова, которая позднее стала именоваться Церковью Святого Духа. Тогда же Мария Клавдиевна делилась с Николаем Константиновичем планами украшения храма. Рерих приезжал потом в Талашкино и в 1904-м, и в 1905-м годах. Создал эскизы мебели и убранства дома в русском стиле. Появились первые планы по оформлению внутреннего пространства церкви. Также широко известно, что первоначально храм Вафленова задумывался в строго древнерусском стиле. Со временем, по обоюдному стремлению Рериха и Тенишевой, решено было притворить в нем своеобразный музей изображений, где органично сплавились бы воедино различные иконографические традиции. Полотно сокровища ангелов с необычным для церковной живописи сюжетом и явным сочетанием наследия византийской, древнерусской и скандинавской культур вполне вписываются в эту версию. К тому же, княгине Тенишевой принадлежала небольшая работа Рериха 1904 года «Архангел», которую считают эскизом к сокровищу ангелов. Этот факт тоже приводит в подтверждение того, что и большое полотно было написано по ее заказу. Осуществиться замыслом по оформлению храма в 1905 году не довелось, так как в связи с тревожной обстановкой в России княгиня уехала в это время из страны на три года. И только в 1908 году по возвращении в Россию, по свидетельству самой Тенишевой в совместных беседах с Николаем Константиновичем, родился замысел украсить церковь росписями. Сомнение в изначальной принадлежности сокровища ангелов, убранству Талашкинской церкви, более всего вызывает сама картина, о которой теперь есть смысл сказать подробнее. Сокровище ангелов. Огромное полотно 321 на 367 сантиметров С изображением холмов с древами жизни, небесным градом и силами местными, охраняющими краеугольный камень мироздания, дозор которого несет архангел. Для признания картины как самостоятельной живописной работы необъяснима часть изображения фигуры второго архангела. Но это вполне понятно в эскизе для обозначения симметричности композиции. У полотна со всех сторон сохранились первоначальные кромки холста, на которых отсутствует грунт, поэтому сомнений нет, что размер картины был именно таким изначальным. Техника исполнения – живопись масляными красками на холсте, по очень светлому грунту, который по большей части перекрыт подмалевком, прописанным жидкой темперой коричнево-серого тона. Мазки очень крупные, широкие – до 2,5 см. В промежутках между ними можно различить проступающий подмалевок. Сочетание плотных, ярких, переливающихся разными оттенками мазков и нейтрального матового нижележащего слоя отчасти имитирует эффект мозаичного набора. Родство с мозаикой Николай Константинович подчеркивает, используя проблески чистого цвета – кобальта, бирюзы, изумрудной зелени, рождающие впечатление игры света на поверхности смальты. Золотистые холмы, словно бы излучающие неяркое свечение, также вызывают в памяти фоны византийских мозаик. Поражает удивительный для эскиза размер сокровища ангелов. Такой формат мог быть у картона для мозаики, который создает натуральную величину будущей мозаики. К тому же холст надставлен двумя полосами – около 60 см сверху и около 30 см снизу. Скорее всего, художник ориентировался на параметры помещения и усыпальницы, для декора которого создавался эскиз. Оно должно было вместить стенопись высотой 3,2 метра и длиной от 4 до 5 метров. Неопределенность связана с частичным изображением фигуры архангела. Именно формат холста и заставляет усомниться в том, что сокровище ангелов создавалось для Талашкина. В самом храме Духа для такой грандиозной росписи места нет. В 1903-1906 годах Николай Константинович был привлечен к работе над церковью Покрова Богородицы в Пархомовке, в комплексе с которой возводились и другие сооружения, в том числе и пристроенная с южной стороны церкви усыпальница в пределах святого Виктора. По эскизам Николая Константиновича должны были быть выполнены наружные мозаики и внутренние росписи. В итоге по его рисункам были исполнены мозаичный покров Богородицы в нише над главным порталом, и мозаика спас нерукотворный над входом в предел святого Виктора. Выполнение храмовых росписей по эскизам Рериха не состоялось. Образ Пархомовской церкви и сокровища ангелов очень близки по стилистике. В созвучии красок на обоих работах ярко выделяется янтарный тон нимбов, светлые одежды и белокаменные стены. В обоих произведениях цельность живописного пространства обеспечивается перекличкой композиционных ритмов. Так в покрове линии, образованные нимбами святых отцов, вторят линии верхней части покрова и нимбов ангелов. А в противовес им рисунок городских стен эхом повторяется нижним контуром покрова. В сокровище ангелов очевидно ритмическое созвучие линий стен небесного града, строя ангелов и очертаний холмов. Также на обоих произведениях ангелы и силы небесные представлены в свободных позах и ракурсах, и даже со спины отчетливо выражена плоскостность изображений фигур. Это лишь одна из возможных гипотез. Роспись могла предназначаться для небольшого сооружения вроде семейной усыпальницы. Большинство подобных памятников погибли во время войны либо из-за строек советского времени. Также можно предположить, что сокровище ангелов могло стать своеобразным художественным экспериментом, чтобы воплотить в материале волновавшие художника образы и впечатления от своих путешествий и изысканий по старым русским городам, чтобы отразить свои работы над храмовыми проектами. Так изображения стен и башен небесного града перекликаются с этюдами памятников Костромы, Ростова-Великого и Новгорода. Архитектура строений относится к концу XIV – начала XV веков, ко времени Сергия Радонежского и Большого храмостроительства после Куликовской битвы. Светлое ангельское уволенство на картине, то уходящее, то приходящее на боевое дежурство, возле таких близких русской душестроений ясно воскрешает то героическое время. Так Рерих отображает на своем полотне идеалы духовного единения, принесенные в мир Сергием Радонежским. Наследие Древней Руси проявляется в возвышенной и несколько суровой манере изложения сюжета. Также сохраняется соответствие древним иконам, таким как храмовый образ конца XIV века, «Архангел Михаил с деяниями» из Архангельского собора Московского Кремля. Впервые картина была показана публике в 1907 году на выставке нового русского искусства в Париже, устроенной княгиней Тенишевой. Газеты писали, что наибольший успех выпал на долю Рериха, которому известный русист Дэнни Рош посвятил специальную статью о Национальной Академии в Реймсе избрала Рериха своим членом. Николай Гумилёв писал в то время из Парижа «Сокровище ангелов, камень с изображением дракона на одной стороне и распятого человека на другой. Это вековое сопоставление добра и зла, и его ревниво охраняют толпы ангелов, прелестных ангелов XIII века монастырской России». А уже через год, в июле 1908 года, картина была представлена на выставке русских художников в Лондоне. К открытию этой выставки Николай Константинович специально готовился. Он пишет пояснительную легенду к своей картине. Легенда была опубликована в русской столичной газете «Слово». За двенадцатым небом стоят города ангельские, чистые. Сами власти там правят бесплотные. Ходят там ангелы дружинами тесными. За стенами по широкой долине в трубы трубят. Все спокойно, и добро, и зло. За долиною, за горбатым холмом, за древами бытия лежит сокровище ангелов. Самоцветный камень, в нем добро и зло. Краеугольный камень, в нем мир стоит. Вся земная дверь на камень опирается. Бытие все на камне, узорами начертано. Пуще всего хранят камень архангелы. Архистротик сам у камня дозор ведет. От усталости не помнит себя, а все сторожит. Угрожают копьями архангелы. Стерегут камень от лихого прохожего. Непутевый не разбил бы их сокровища. Как бы в рост не пошло и добро, и зло. Как бы змей не пожрал мучимого. Сокровищем держатся все города ангельские. Без сокровища камня разлетятся ангелы. Всем конец придет. И только 4 января 1909 года на вернисаже петербургского салона, устраиваемого Сергеем Маковским, картину сокровища ангелов увидели жители Петербурга. Современники Николая Константиновича писали в то время. Сергей Маковский. В его религиозных композициях отсутствует все умиленное. Светлое, благостно-невинное. Пламя христианства погашено мрачно-языческой ворожбой. Помню, я почувствовал это впервые, любуясь огромным эскизом церковной фрески сокровища ангелов. Громадный камень, черно-синий, с изумрудно-сапфирными блесками. Одна грань смутно светится изображениями распятия. Около, на страже, ангел с опущенными темными крыльями. Правой рукой он держит копье, левый – длинный щит. Рядом дерево с узорными ветвями, и на них вещи и сирены. Сзади, все выше и выше, в облаках у зубчатых стен райского Кремля стоят другие ангелы, целые полки небесных сил. Недвижимые, молчаливые, безликие, с копьями и длинными щитами в руках. Они стоят и стерегут сокровища. От их взора, от общего тона картины, выдержанной в сумрачных гармониях, делается страшно. И замирают молитвы. Иван Лазаревский. Большое полотно Рериха эскиз церковной фрески «Сокровище ангелов» производит сильное впечатление. Оно выдержано по колориту и композиции. Это сильно прочувствованное художником произведение привлекает и завораживает своей мистической красотой. Редакция журнала «Огонек» воспроизвела изображение картины на страницах журнала и пригласила Рериха оставить пояснительный автограф к его картине. Общее содержание моего эскиза для стенописи «Усыпальница сокровища ангелов». Ангелы стерегут драгоценный краеугольный камень мироздания, в котором заключено и добро, и зло, символы чего начертаны на камне. Краеугольный камень мироздания, написанный на картине художником, имеет свой прототип – уникальный шедевр искусства викингов, внесенный в список всемирного наследия. Еленский камень с руническими надписями X века – Дания. Это массивный треугранный кусок гранита с красными прожилками, высотой около 2,5 метра и весом около 10 тонн. Он установлен могущественным королем Харальдом I Синезубым около 1986 года с надписью, гласящей, что Харальд, король, поставил этот камень в честь Гурма, отца своего, и Тюры, матери своей. Харальд, покоривший Суданию и Норвегию, кто крестил датчан. Этот камень является свидетельством эпохи перехода скандинавов от язычества в христианство. Дата установления камня очень близка к годам начала крещения Руси князем Владимиром Святославичем. С этого времени и викинги, и русичи вошли в мировое христианское сообщество. Руническая надпись выбита на одной из боковых граней камня. Другую боковую грань украшает великолепная резьба, стилизованный лев, стоящий на трех лапах, и охватившая его тело кольцами змея. На центральной плоскости камня изображен сюжет о Христе, распятие, раскинутые руки, обвиты двойными ленточными полосами. По обеим сторонам головы и ног видны пронизывающие друг друга горизонтальные и вертикальные кольца. На фоне всех этих переплетений фигура Христа, расположенная в центре камня, смотрится как некая уравновешивающая ось, призванная внести гармонию и порядок, волнующаяся в неразрешимых противоречиях хаос мира. Рерих воспроизводит еленский камень с документальной точностью, но окрасил его палитрой космического пространства. Темно-синий с изумрудно-сапфирными блесками. Это как будто осколок далекого звездного неба. Распятие — символ добра и любви, победивших все зло мира, искупления греха человеческого. Образы льва и змеи на боковой грани вызывают двойственные отношения. Каждые из них в отдельности могут рассматриваться и как зло, и как противоборствующая ему сила, тем более в своем переплетении. Так лев воплощает идею грядущего воскресения, страж святыни, и в то же время нередко лев воплощал идею зла и смерти. Змея — мифологический символ плодородия, символ воды, небесного огня, мудрости. С другой стороны, часто имеет черты дракона и нередко является воплощением нижнего, потустороннего мира, воплощением космического зла. В феврале 1911 года сокровище ангелов экспонировалось на выставке «Мир искусства» в Москве. С мая по октябрь 1914 года в шведском городе Мальмю проходила выставка промышленных достижений, искусств и народных промыслов балтийских стран, в которой приняли участие Швеция, Дания, Германия и Россия. В Мальмю были показаны шедевры русского изобразительного искусства XX века, и среди них 28 картин Николая Рериха, в том числе и полотно «Сокровище ангелов». Программа выставки еще не подошла к концу, когда разразилась Первая мировая война. По этой причине выставка была закрыта. 29 апреля 1920 года в Лондонской галерее открылась персональная выставка Николая Константиновича Рериха «Очарование России». На этой выставке были представлены картины мастера «Зов солнца», «Варяжское море», «Ангел последний». Всего 198 полотен. И в самом центре огромное панно «Сокровище ангелов», с которого грозно взирали небесные стражи, берегущие священный камень. Выставку освещали известные в зарубежье журналисты и издатели Руманов, Милюков, Кайранский. Последний из них сам художник и художественный критик. Писал о Рерихе. Он знает, что источники духа России охраняются незримыми легионами, и его пророческий взгляд проникает в глубины, где несказанные сокровища сияют в темноте. Он знает, что наступит день, когда хранители сокровищ раскроют их миру и принесут свет и жизнь вечно. В том же 1920 году художественное собрание Николая Константиновича отправилось за океан в Америку. Сокровище начало свое путешествие по американским городам. Первая выставка открылась в Нью-Йорке 18 декабря 1920 года. На открытии присутствовал индийский поэт Робин Дранат Тагор. Затем последовали выставки в Бостоне и Чикаго, в Сан-Франциско, в Денвере, в Канзас-Сити. Все это время картина считалась собственностью Елены Ивановны Рерих. А с 1923 года сокровище ангелов стало частью экспозиции музея Николая Рериха в Нью-Йорке. И вместе с ним передано затем американскому народу. В 1935 году само здание музея и около тысячи картин в результате предательского захвата перешли к бывшему сподвижнику Рериха Луису Хоршу и его семье. Только в 1971 году картина сокровища ангелов в составе коллекции сотни произведений Рериха была передана владельцем университету Брандайс в Массачусетсе. И с этого времени по 1997 год она находилась в собрании университетского художественного музея Роус-Арт, но ни разу за все эти годы не выставлялась. Работа Николая Рериха была просто свернута на валу. Когда ее развернули, то на картине были видны места сгибов холста, оставшиеся после неправильного хранения полотна в свернутом виде. Частично был поврежден красочный слой, повреждены края картины. Полотно нуждалось в реставрации. На короткое время картина переходит к известному американскому коллекционеру Александру Левину, который организовывает первую реставрацию картины. В своей статье «Судьба» Николай Константинович писал «Превратна судьба художественных произведений. Много раз приходилось убеждаться, как картины совершенно могут менять вид свой не только от реставрации, но и от необъяснимых химических процессов. Зависит это не только от красок, но и от всех прочих ингредиентов. После 50 выставок мое сокровище ангелов изменило даже формат. Каждый раз холст перетягивался и съедалась часть картины. В 1998 году картина «Сокровище ангелов» была представлена на торги аукционного дома «Содби», на которых приобретена Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской. Спустя почти 10 лет картина «Сокровище ангелов» вместе с другими предметами из этого частного собрания была вновь выставлена на «Содби». После приобретения коллекции Алишеры Мусмановым и передачи ее в дар Российской Федерации знаменитую картину вновь отреставрировали, восстановили красочный слой в тех местах, где он насыпался. И с мая 2008 года «Сокровище ангелов» находится в постоянной экспозиции Константиновского дворца в Санкт-Петербурге. В апреле 2014 года сотрудниками Сибро совершена поездка в Санкт-Петербург, где мы посетили Константиновский дворец и увидели картину «Сокровища ангелов». И сегодня можем рассказать вам о ней. Николай Константинович Рерих расшифровал слово «культура», основываясь на корнях «культ» «почитание» и «ур» «свет». Культура есть «почитание света». Культура есть «любовь к человеку». Камни великих цивилизаций укрепляют твердыни культуры. На картине сокровища ангелов мощный свет исходит от камня сокровища. Этот краеугольный камень мироздания можно также предположить, как твердыню культуры. Не случайно на картине слились достижения многих культур и древнерусская, и византийская, и скандинавская. И как ангелы грозно охраняют его, так и человечество должно охранять сокровища культуры, сокровища духа. Спасибо. 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 Спасибо.